так прошу прощения что сегодня не уложилась я на самом деле могла быть намного намного быстрее подключать отключайтесь и это чуть-чуть на самом деле мы не успели вот так явно мы тоже про него не знали но если кому-то интересно познакомиться с этим персонажей он не очень был красивый как вы видите там вообще красоты мне кажется мало чего было в то время но тем не менее зато индивидуальность зато индивидуальность над к привет видимо медитации в девять часов не будет я не могу закончить давайте чуть попозже ладно ну можете медитировать без меня в общем смотрите получается что персонаж важный вы представляете вот это вот база до библиотекарская как как раньше были библиотеки какими они были вы пришли в книг в библиотеку в читальный зал вы думаете что вы выбрали книгу сели почитать это было намного сложнее каждая книга была на цепи чтоб не дай бог вы не утащили ее оттуда то есть цепь была длинная цепь позволяла чтобы взять книгу с нужной полки сесть и быть просто прикованным к этому месту не говоря о том что книги выписывать домой и во флоренции сегодня национальная библиотека это одна из крупнейших библиотек мира благодаря этому человеку она называется национальная библиотека флоренции это здание потрясающей красоты его не скачала но тем не менее знаете что когда вы проезжаете мимо многие говорят но это что это библиотека вот и собственно этот человек который фамилия которого малья бекки он дал еще и свою фамилию так назвали библиотеку которая находится в уфице я вам скажу так что я как только выйду из карантина я пойду в эту библиотеку друзья вот смотрите в галерее уфицына есть библиотека в честь названа в честь его так вот мы с сами остановились на том что он заворачивал овощи затем ну читал каждый листочек вырванный из книги затем он прошел уже кастинг чтобы работать в книжном и когда владелец книжного магазина понимает что антоша он же антонио он же тоже совершенно не не тратит никакого времени чтобы найти нужную книгу у него все в голове и когда приходят клиенты в книжный магазин то он спрашивает что вам надо и тут же цитирует многих авторов то люди понимают что ему равных нет я сегодня скажу что я знаю во флоренции нашего вице губернатора должны были быть выборы у него но сейчас выборы перенесли он должен был уже быть губернатором когда они там были по моему ли в апреле в мае уже не помню но в общем выборы перенесли он знает наизусть все даты и цитирует тоже книги я не знаю как у людей все это в голове умещается это просто какие-то феномены так вот у него было 40 тысяч или 50 тысяч по разным данным источники меняются он все это завещал флоренс это его личные книги которые он собрал естественно не без помощи нашего с вами дорогого фердинанда второго потому что это огромные инвестиции книга стоила огромных денег если она была особенно очень высоком счету разных до философов и греческие труды он выучил греческие латынь его медичи попросили это сделать потому что должность личного библиотекаря приобретает очень большую зарплату есть такой небольшой наверное юмористический момент из его жизни когда книги многие открывали и находили там прошу то между страниц то есть он ел и закладки у него были он складывал мартаделлу колбасу и прошу то он видимо ел прямо за этими книгами он читал очень много он спал не раздеваясь потому что он писал что я не жизнь настолько коротка книг столько много то есть он читал взахлеб он знал наизусть герцог мог ему попросить любую книгу он знал на какой полке стоит в библиотеке и мог сразу же ему выдать всю информацию то есть люди приезжали из других регионов его звали экспертом работать и во францию я вижу что сейчас меня смотрят из франции гиды привет вам явно пользовались услугами флорентийского библиотекаря и в общем это такой был знаете консультант да прошу то вместо закладок феноменально вот и да вот он писал жизнь так коротка книг так много и собственно когда он гулял проходил мимо дворца палацу медичи да он всегда высказывал здесь родилось учение делал пять шагов доходил до церкви там церковь была она раньше посвященная было иезуитам то есть это ну можно сказать тот момент когда человек не согласен да с религией он говорил здесь зарождаются учения а здесь его хоронят в церкви потому что церковь не признавала вот эти все открытия ученых того времени вот и собственно вот это способность запоминать высокая скорость чтения потому что он читал там написано что он читал одну толстую книгу за 30 минут и все запоминал то есть не просто как мы с вами между строк да и как бы вот не отвлекался ни на что до шмотки не менял вообще не раздевался парикмахер уходил там написано раз в пять лет что ли ну собственно может быть это не парик его кстати может быть это его настоящие волосы так как он всю свою жизнь посвятил чтению книг и был и на самом деле благодаря ему вот у нас создалась огромная коллекция в национальной библиотеке то есть она и была основана потому что огромное количество книг он оставил в наследство и покупал то есть и приобретал по миру и медичи собирали эти все коллекции они прославились именно большими коллекционерами поэтому вот эту эпоху да если не считать фенхеля то можно говорить о том что это эпоха великого ну такого расцвета наверное даже больше основанной на любви каждый из медичи которых мы с вами рассматривали мы каким-то образом вспоминали искусство да потому что каждый из них он внес какую-то лепту какой-то вклад то уфицы то палацу пити и так далее так далее потому что у медичи все-таки любовь к искусству была в крови чье имя назвать антонио малья бекки малья бекки такая фамилия очень сложно произносить по по русски но и по итальянски кстати тоже но его вы можете встретить именно когда спускаетесь из уфицы да вы спускаетесь уже на выход идете и там такая маленькая табличка библиотека малья бекки она называется она в честь него но вот вы как когда идете вы увидите там висит его его бюст то есть это вы как раз посмотрите на а это это не то вообще прошу прощения хотела бы сказать что это случайно сюда попала это я рассылала это я рассылала это это не тоже мне случайно прислали сейчас время такое развлекаться будем вот он вот он значит смотрите у нас эпоха фердинанда 2 заканчивается с его смертью он прожил 60 лет его жена проживет по моему на 10 лет больше в общем все а 72 года да она проживет но она же и младше его было да как вы помните виктория дельна ровере ровере вспоминайте потому что род то великий но она последняя девушка из этого из этого рода поэтому собственно с ней этот род и закончится и слава богу что она смогла вывести из урбина всю эту красоту потому что ладно урбина потеряли неважно на 57 картин все-таки привезла значит четверо детей у них помните да двое умирают еще младенчестве но извините они брат сестрой понятное дело затем есть есть у нас данные на момент правления фердинанда 2 что учитывалось в архивах смотрите 730 картин 11 тысяч восемьсот десять набросков наброски тоже важны у нас есть первый этаж уфицы вы идете все на второй на лифте да потом вы спускаетесь и я знаю что вы смеетесь все-таки первая чакра говорит о своем поэтому как ни крути но все мы ходим вокруг этого да сейчас про искусство а потом пошли уже про другое на первом этаже вы смотрите заходите туда и наслаждаетесь огромным количеством набросков но кому нужны наброски все-таки скучно черно-белое но знайте что с набросков зарождается искусство то есть как раз наброски это зачастую очень важны потому что художник когда потом нанесет на холст свое произведение искусство он может что-нибудь поменять как у нас бывает часто раз почистили картину да то есть сняли верхний слой и нашли какой-нибудь сюрприз а набросок может быть это все и содержал просто потом художник взял и поменял свое мнение 318 скульптур 7000 медалей 900 камеев затем 800 это все в штуках портсигар кожаный пиджак кожаный портсигар 800 фарфоровых изделий тут может быть что угодно чашечки тарелочки разные там солянки перечницы так далее то есть чтобы вам увидеть всю эту роскошь я вам очень советую вот вы в палацу пить и идете обычно в галерею палатину она так называется вы идите туда значит все это посмотрите где-то часа на два друзья затем вы спускаетесь идите в барчик выпить и кофе хотя она там не из лучших во флоренции но затем обязательно пройдите еще в летние апартаменты потому что люди когда сходили в эту галерею уже насмотрелись рафаэля там голова кругом тициан все там эти барокко апартаменты синдром стендаля все не могу вы спуститесь вниз выпить и бокальчик просека если кофе не нравится это я сейчас такую антирекламу сделала у них правда кофе невкусно вот и затем вы идите в летние апартаменты потому что там находится именно находится именно такая можно сказать утварь потому что там разные и слоновой кости очень большая коллекция предметов интерьера затем музей серебра восхитительная работа серебря единение затем вот эти апартаменты летние на первом этаже находиться из того что жарко не так называются летние да и официально не называется музей гранд тезору да и грандук то есть сокровище великих герцогов и там вы когда гуляете смотрите разные секретеры там мебель вы всякие штучки там порассматривать из-за витрина это потрясающая коллекция у медичи много чего было друзья и вот фердинанд 2 как раз и давайте его вспомним с ним завершим эфир я кстати эфиры сохраняю но друзья дело в том что я их смонтирую и выложу потому что я вижу что вы сейчас смотрите мне это очень приятно что вы смотрите конечно вы все здесь онлайн но когда его пересматриваешь там столько слов паразитов которые нужно выкидывать я себя например также не слышу как вы меня слышите и поэтому онлайн обучение у нас в субботу у меня будет по ораторскому мастерству друзья мы с вами идем вперед скоро вы от меня не услышите всякой хрени опять мне этот фенхель попадается надо же так сегодня было его а вот еще забыла показать или показала вам это тициан который тоже пишет портрет франческу мэрия дэна ровер и и приезжает как раз он безусловно с наследством виктории приезжает во флоренцию вопросики друзья вопросики эфир супер слушайте спасибо вам большое ничего не надо выкидывать вот именно вот тот маленький нюанс на который я случайно нажала его и вырежу а вы думаете что это собственно и была изюминка да так значит давайте десять минут вопросы и ушли медитировать а зачистишь будет как все но тогда мне нужно обогащать интересно спасибо значит смотрите мы сделаем я как я вам уже сказала филиппа липпи просто я знаю вы мне пишите когда следующий эфир я вам как-то сказала что они будут ежедневные и получается что я сейчас знаете как живу как у меня душа просит и вот если душа просила печь пирожки я даже ногти из-за этого обрезала то я вот пекла пирожки а вот сейчас например мне захотелось вам рассказать про фердинанда 2 я к вам вышла в эфир и рассказала и вот сейчас вот вот этот период карантина он настолько дает возможность слушать себя прислушиваться именно к тому что раньше не слушал если я вам раньше пообещала я бы приперлась на эфир и все а сейчас я как-то знаете решила что буду действовать исходя из внутреннего голоса и поэтому мы с вами двигаемся вперед и вот козима 3 да он вот прям под такой вот там подождите он такой табличка да вот смотрите у него прям вот так вот написано закат династии но я вам говорю что уже с фердинандом вторым эти фенхели появились поэтому официально что там неофициально было это мы даже не знаем и вот этот закат династии у нас тоже с вами случится буквально за три эфира почему три потому что козима 3 их сыночек до который продолжит и будет вообще там такой разврат устраивать затем жан гастон жан гастон его сын французское имя потому что мать мать была француженка вот и уже его сестра анна-мария луиза все это это с ней уже все забудьте про медича потому что 18 февраля она умирает и оставляет завещание 18 февраля какого года не сказала 1743 года и оставляет завещание что все друзья вы представляете наш рот столько всего накопил даже говорит даже не буду инвентаризацию делать забирайте все флорентийцы иначе австрийцы все отсюда утащат то есть ее очень большая была как раз боль что она должна была эту тоскану взять и передать во владение именно австрийцев то есть это большая была проблема для всех я вам скажу потому что взять просто так такой могущественный богатый рот и отправить всем в одно место но имейте ввиду что это первый брак между братом и сестрой хоть и двоюродными но тем не менее и вот когда мы будем с вами разбирать весь разврат следующих следующих медичи вы делаете всегда скидку на то что это все было обусловлено вот именно ментальными проблемами то есть человек который берет себе 200 мальчиков в обслугу и платит им зарплату из государственной казны он не совсем в порядке понимаете с головой с головушкой но если его бабушка и дедушка соединились между собой то поэтому имейте ввиду так микеланджело тоже был фенхелем свечку там не держали про микеланджело есть разные версии но безусловно гений которые которых мы знаем часто использовался именно вот этот как назывались средиземноморский тип гомосексуализма то есть ученик учитель да то есть в мастерскую когда ты приходил тебя могли там научить всему и вот эта любовь однополая она развивалась до такой степени во флоренции что во времена там 15-17 век мы сегодня разбирали до 17 век это одна треть населения мужского флоренции она была нетрадиционная была и мужчина и женщина и вот когда например кто-то был путешествовал за границей то у него даже имя было такое нарицательное флорентиец если он был фенхелем понимаете взяла сейчас и рассказала интимный интим начать надеюсь меня фенхель тут не смотрят но я говорю не воспринимайте близко к сердцу я абсолютно толерантно абсолютно тем более что за всю мою историю работы гидом я часто встречаю ну то что там каждый день конечно нет но тем не менее русскоговорящие русскоговорящие фенхели тоже бывают любви пола нет видите ну я я я согласна просто понимаете тут идет такой момент когда продолжение там династии да и вот последний из медичи просто отказался здесь его предки они хотя бы ну надо продолжить они делали но при этом у них были мужчины в приоритете хорошо но а вообще полностью хотя как там говорят не судим не судим будешь в общем спасибо всем за эфир я прощаюсь я сохранила оба эфира ну в смысле этот сейчас тоже 2 сохраню следующий эфир филиппо липпи приходите можете готовить ваши вопросы дело в том что филиппо липпи он был гениальный художник он был учителем самого батичели это очень там тоже такая интимная история интересная с его назначением придворным художником медичи и в общем насыщенная такая большая жизнь произведение искусства рассмотрим его картины и в уфице и во дворце медичи и в общем те кто остаются в тени они у нас с вами здесь на наших эфирах они должны выплывать потому что все знают эти громкие имена и все кто их учил кто их учил мы с вами рассмотрим мы заглянем к ним в душу посмотрим с чего они начинали какие у них были проблемы потому что знаете это сегодня ты можешь творить что хочешь приклеил вон банан скотчем и написал произведение искусства а люди которые должны были соблюдать соответствовать цензуре и и религиозность и и правители то есть все это нужно было соблюдать и поэтому когда вы вот посмотрите кто из вас не видел фильм грех микеланджело то кончаловского микеланджело да почему он очень очень большое внимание уделил его внутреннему миру вот этим вот его проблемам психологическим потому что очень сложно было творить здесь папа здесь медичи здесь он сам то есть здесь деньги да и конечно не без этого это все это это проблема любого артиста артист это творческий человек да кстати многие слова вот в итальянском они мне нравятся потому что в русском их нет то есть скажите слово артист на русском если вы скажете артист вы скажете вы подумайте что это человек который на сцене а здесь артиста это творец то есть ты кто я артиста и вот это вот это слово арте творчество мы можем сказать творец но так это что то не то да и вот как раз она очень емкая в итальянском языке артиста когда тебе говорят ты не знаешь какой сейчас какая сейчас будет профессия когда тебя это я снова артиста а потом ты уже можешь услышать ювелир мастер по бронзе фотограф там не закинка ложи там делаю эти броши там все что угодно да это все артиста потому что это ручки арты это арты творчества и вот почему такая большая возможность у вас именно прикоснуться к истории флоренции потому что здесь очень большая концентрация этих артистов и на сегодняшний день единственное что современное искусство как мы с вами говорим и говорили на предыдущем эфире здесь сейчас не поощряется да но при этом все равно люди едут сюда научиться если у них есть душа к творчеству к тому чтобы быть там или реставратором или мастером по бронзе скульптором и ювелиром все равно все приезжают сюда потому что никакая америка вам это не даст да и тот же полимода институт связанный там с модом с модой дизайном здесь совершенно другое преподавание их много по миру но они здесь все равно более ну так сказать флорентийской душой и вот когда я живу здесь уже вижу что я могу прийти в гости там к маркизе или там пожалуйста возьмите княгиню строци да которая расписывает фарфор сама потрясающе расписывая да картины и и там все каждую там картину можно в музей и повесить да и то есть вот это вот дух творческий да естественно обусловлен высокой концентрации этих творческих людей когда они говорят что у нас кровь гениев в жилах течет потому что это генетически это генетически так у них идет очень большой акцент на том чтобы услышать себя прежде всего я знаю как многие мамочки которых детки ходят во флоренции в школы русские да они не очень довольна система преподавания потому что они там все пляшут танцуют лепят у них все на искусство потому что когда я тоже разговаривала с преподавательницы из одной из учительницы и она говорит так нужно же максимально быстро из ребенка именно вот это время пока он становится личностью вытащить божественный талант а божественный талант это всегда творчество и то есть если у него способность какому-либо там ремеслу мастерству и так далее вот она зарождается вот в эти первые там не знаю сколько 10 лет и потом уже ту же таблицу умножения он ее сам выучить то есть она придет безусловно но если ты потеряешь вот этот божественный талант там с музыкой стой же да почему у них не знаю каждый там пятый флорентиц неважно сантехник он или там инженеры у него такой голос он поет в караоке как на сан рема приехал потому что безусловно очень большое внимание уделяется творчеству еще в детстве вот и это ну как бы у меня я сразу скажу это до мурашек да то есть там потрясающие люди которые прежде всего слушают себя и им то что мы сегодня с вами на карантине вытягиваем ну-ка посмотрим к чему у меня душа лежит раз мне нельзя сходить на нормальную работу вот сейчас я на нормальном смысле на свою на которой деньги зарабатываю вот сейчас я буду смотреть чтобы мне там нравилось там это мы сейчас вами у нас в эти рамки вот как говорится выйти из зоны комфорта вот сейчас мы с вами выйдем из зоны комфорта каждый спросит себя чем бы он хотел заниматься а у них это уже в роду то есть сейчас заплачу я сама сейчас заплачу в общем а у них это идет на уровне подсознания я вижу как они не настаивают на том чтобы ребенок продолжил свой продолжил дело отца потому что у ребенка может быть совершенно другие приоритеты и таланты способности а главное предназначение спасибо ну я знаю у меня вон ювелир сидит в соседней комнате комнате такая же история что семейно она кстати не очень ну это опыт нельзя сказать что показательная она или не показательная то есть его отец он очень надеялся что он продолжит его дело это такой инженерно-компьютерный бизнес не знаю как правильно сказать в какой отрасли относится это систему навигаторов для сельскохозяйственной техники для тракторов такие насадочки которые там стоят кучу кучу денег но при этом ты например сидишь в офисе видишь как у тебя твой работник на тракторе там сеет какой-либо продукт через определенное количество там расстояние между грядками ну и в общем вот такая хреновинка там на трактор стоит десятки тысяч евро да и то есть этот бизнес который он запатентовал он и у него не так много конкурентов это во франции только и ну для виноградников в основном покупают во франции виталий и как бы он так как это целое дело его жизни он надеялся что крестьян продолжит потому что но это просто у тебя уже есть база у тебя уже есть навыки учения уже все все есть только пусть твой сын продолжает и все поэтому он его отправил учиться на инженерный он с горем пополам его закончил потому что здесь представляете не как в россии здесь ты если учишься в университете ты сдаешь честно все экзамены и мало кто за пять лет вообще в принципе заканчивает университет поэтому он восемь лет отучился и он понял что это не его ну что он делал он как бы чтобы не разочаровать отца он ходил там полу три года на работу в офис пытался управлять людьми пытался всячески интегрироваться семейный бизнес но пожалуйста он ювелир что ты хочешь с ним делать вообще поэтому как он говорит чтобы мой моя учеба инженерная не исчезла просто так он стал вот это у него любовь к компьютеру была к материнским платам определенных период времени увидим а пока он там пытался что-то сделать он ее применяет ювелирных украшениях потому что если вы посмотрите на некоторые модели которые у нас есть там молекулы у него есть целая коллекция которая называется археология будущего то есть то что от нас найдут наши потомки да это разные там материнские платы симки от айфонов ну и он их конечно делает более менее женственными насколько это возможно потому что вставь себе в ухо материнскую плату она не будет очень красивой поэтому он разбавил там с камнями их и в общем очень такая интересная главная ну коллекция которую оценили и все соответственно отец просто дал компанию своему работнику но не хочешь продолжать дело нет ювелир он самоучка так настя мне пишет по райуна по первому каналу итальянскому передача про флоренцию я как сяду смотреть передачи про тоскану и медичи я смотрю я уже все знаю думаю это конечно большой плюс но с другой стороны мне бы хотелось чего-то новенького и вот поэтому часто свободное время я например нахожу лекции тех профессионалов которым я доверяю знаю что от них я точно подчеркну что-нибудь новенькое хоть про проституток хоть про монеты хоть про еще что-нибудь вот ну все я вас целую обнимаю и налейте себе венца если у вас карантин и я знаю что у вас наверное карантин и вы это переживаете а вы думаете что все идет как надо приходите на мои эфиры вообще смотрите только тех людей кто вам доставляет такие добрые теплые позитивные вызывает эмоции у вас и удаляйте всех кто деструктив то есть деструктив он должен быть удален но зачастую нам силу разных убеждений не удается сбросить как тяжелый рюкзак с картошкой многих людей потому что например этот человек нам сделал когда-то что-то хорошее или он наш родственник я не могу его сбросить потому что он мой родственник а он на самом деле вас разрушает и вот вы задумаете что жизнь одна если этот малья бекки он говорил что ему жизни такая короткая что он книжки читал а вы хотя бы ее посвятите именно саморазвитию и только позитивным моментом по крайней мере когда вы находитесь сейчас на карантине все всех благодарю спасибо и встречаемся думаю что или завтра или послезавтра как пойдет на все воля божья на все вселенная там решит